Обойти локальные ограничения, благодаря чему у российских пользователей появляется доступ к тем или иным сайтам, при этом сохранить свою конфиденциальность, возможно, с помощью VPN. VPN у нас официально разрешен, но не все сервисы VPN у нас разрешены, те, которые, скажем так, более-менее лояльны Роскомнадзору. В январе 2022 года VPN-сервисы в стране загрузили 2 миллиона раз, и Российская Федерация занимала 16 место в мире. Уже в июле страна вышла на второе место по скачиванию VPN. Если выбрать иностранный VPN, то местные запреты перестанут действовать и станут доступны заблокированные на территории его страны сайты. Отметим, что при активации приложения VPN риски сохраняются, возможен взлом аккаунта, а также утечка данных. Ну, VPN-туннель — это связь вашего компьютера или вашего устройства с каким-то удаленным устройством для выхода в интернет. И потенциально, если у нас, ну, скажем так, не очень чистоплотные сервисы, они могут просматривать ваш трафик, видеть и знать, что вы передаете в интернет и что вы смотрите из интернета. Также на первом месте за последние полгода скачивания VPN была Индия. Пятерку входят Пакистан, Индонезия и США. По оценке экспертов, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая. Вероника Гимранова, Универньюз.